Казахстан 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 В этом году у нас урожайность если 13% 26 плюс 6 это сколько будет? 32 secondly раз гектара получает Мы никогда в жизни не достигали таких Это же достигло Это что? В космосе находится Байсирке, Агра, знакомый нам всем Тымирхандос Мухаммедовта Его не воспринимает никто серьезно На самом деле Внапридорянные им капельное и подпочечное орошение позволило поднять урожайность кукурузы 3-4 раза. Нужно думать не только о капельном орошении, но и о точном земледелии. А это электронные карты полей, датчики, сенсоры и мониторинг. Больше того, сейчас казахстанские ученые разрабатывают программу цифровизации пассивной компании. Так, каждый квадратный метр площади под насаждения будут анализировать и исследовать, а проблемные зоны поточечно обрабатывать, что позволит аграриям серьезно сэкономить ресурсы и время. Но и здесь есть «но». У нас зарегистрировано где-то 218 тысяч сельхозтовропроизводителей. Но, к сожалению, все ли имеют такую возможность? Во-первых. Во-вторых, вы знаете, у нас очень много мелкотоварных ферм, которые вряд ли могут себе позволить внедрение инновационных новых технологий из-за, опять-таки, ограниченности финансовых средств. И поэтому у нас в республике разработана программа кооперации. Конечно, одно дело внедрения новейших разработок и совсем другое – глубокие знания местных природных особенностей. Это когда знания, помноженные на опыт, дают гораздо более высокий результат. Привлечение седых голов и зарубежных специалистов в путь, который поможет вывести отечественное АПК на качественно новый уровень. Что наглядно продемонстрировал в прошлом министр, а в настоящем фермер Тимирхан Досмухамбетов. Мы сегодня работаем генетикой и эмбрионами. Я привлек самую ведущую ферму, ферму из Америки, которая занимается генетикой. Мы самых высокопродуктивных коров взяли эмбрионы, посадили на наши белоголовые ангусты и получили в этом году впервые 72 телят. Мы суррогатных материи выращиваем, но продуктивность очень высокая и еще адаптированы. Вот эти имеют будущее завтра. А завтра, точнее в 2022 году, Казахстан должен увеличить производство труда и экспорт, переработанное сельхозпродукцией в 2,5 раза. Идти к этой цели нужно планомерно, системно, начиная с массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам ведения хозяйства. Это должна быть системная работа через непосредственно само обучение наших предпринимателей, а также и научное сопровождение новых технологий в аграрном секторе. Поэтому такой вот получается симбиоз. И здесь каждый аграрий должен понимать, что внедрение инноваций принесет бонусы. Это и эффективное использование ресурсов и возможность прогнозировать объемы урожая и преимущества перед ближайшими конкурентами.